Ну что, ребят, всем здрасте! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о Кубке России по футболу. И вы знаете, в последних роликах я регулярно прокидывал одну и ту же мысль, что в текущем сезоне, что российского чемпионата, что российского Кубка, вообще невозможно что-то прогнозировать. Мне кажется, невозможно даже вести какую-то нормальную аналитику, потому что мы постоянно видим какие-то не совсем обоснованные и не совсем ожидаемые результаты. И зачастую те команды, которые, казалось бы, находятся на подъеме и должны побеждать или показывать себя хоть как-то достойно, они разваливаются. А те команды, которые, наоборот, были в кризисе, они неожиданно прибавляют и показывают себя во всей красе. И вот в прошлом туре Российской Лиги, вот кто мог представить, что Локомотив окажется единственной столичной командой, которая добьется победы из всех столичных коллективов? Ну, такое было сложно представить, но это произошло. И вот Кубок России. Посмотрите, Динамо, Спартак, центральная вывеска. И все ждали, что Динамо покажет себя. Потому что личка хорош, личка Абаскаль обыгрывал, причем с Оренбургом, с не таким крутым составом. Динамо на ходу, Спартак, ну, прям, скажем так, себе выглядел в последнее время. И при этом Абаскаль, по слухам, если там еще раз проиграет, то все может быть уволен. То есть под ним кресло шатается. Казалось бы, очевидно, что тут Динамо, ну, как минимум, должен себя хорошо показать в такой встрече. Как минимум, Динамо не должно разваливаться на ходу. Но именно это и происходит. Пожалуйста, первая треть матча закончилась, и уже счет 4-0. Вот что об этом можно сказать? Да это просто шок-контент. По-другому и не скажешь. Динамо решил самоустраниться. Спартак вновь включил режим фантастической атаки. Тот самый режим, который они явно подзабыли в игре с Ахматом. И просто было натуральное, я не знаю, изнасилование на футбольном поле. Это футболом даже не назвать. И, честно говоря, после этого я даже не знаю, что дальше ждать от Динамо и от Спартака. Каковы их следующие шаги и как они сыграют в своих ближайших встречах. В общем, потрясающий сезон в плане неожиданных сюжетных поворотов. Тут фильмы Финчера отдыхают на фоне такого лихого закрученного сюжета, как в нашем российском футболе. Но разве это не прекрасно, ребят? По-моему, это отличный сезон, и он дает нам очень много ярких эмоций. Ну а теперь, после этого долгого выступления, давайте перейдем к матчу Спартак-Динамо. Но сперва хотел вам напомнить, что мы всегда с пари. Эта компания абсолютно легально, она нас поддерживает, и она делает просмотр футбола еще интереснее. Тем более, что они подготовили специальный подгончик, специальный бонус для подписчиков моего канала. Вы можете получить фрибет в 1000 рублей. Как? Всего ничего. Проходите по ссылочке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь на сайте пари, проходите верификацию и получаете тысячонку. А эту тысячонку дальше можно использовать и на футбольных событиях, и на баскетбольных, на сайте пари, на их современном приложении. Множество разных баскетбольных, футбольных, хоккейных матчей. В общем, фрибет вы, думаю, найдете куда применить. Ну, а мы переходим к стартовым составам. Давайте обсудим, что тут выстраивали наставники. Так, Спартак выпустил на воротах Максименко. Очередная перестановка на вратарской позиции. В общем, здесь все максимально запутано. Но, тем не менее, как мне кажется, постепенно Максименко и Селихов все-таки вернутся на основные позиции, потому что Савинов не впечатлил настолько, чтобы кого-то из них потеснить. Чернов и, внимание, Бабич. Вот такая вот связочка в центре обороны. Бабич провел дебютную встречу и, кстати, сразу показал товар лицом, забил головой со второго этажа. Ну, собственно, то, зачем и брали этого сербского баскетболиста, который по ошибке почему-то стал заниматься футболом. Но рост у него вполне себе баскетбольный. Что касается Крайков, тут Денисов и Хлусевич. С появлением Хлусевича спартаковцы начали напрягаться, но зря напрягались. Хлусевич в этой встрече усилиями динамовской обороны превратился в Роберто Карлоса. Лучших лет. Потому что каждое подключение Хлусевича превращалось в кучу проблем для обороны Динамо, которая просто развалилась в этой встрече. В центре поля Пруцев, Игнатов и Литвинов. Вот такой вот вариант. Достаточно интересный. И, кстати, центр поля сработал получше, чем центр поля Спартака в большинстве матчей российского чемпионата. Повод призадуматься. Ну, а впереди Медина, Зинковский и Соболев. Медина таким образом вернулся, пусть и формально, на позицию Крайнего Хавбека, хотя, понятное дело, что он много смещался. На фланге часто появлялся Игнатов. В общем, здесь была такая интересная система, где фактически Пруцев и Литвинов действуют поглубже в качестве дубль пивота двойного центра поля, а впереди, ну, начинается такое броуновское движение, где и Соболев смещается, и Зинковский, и все остальные. Смотрелось это все очень неплохо. Чего не скажешь про Динамо. У них все смотрелось очень печально. Лещук на воротах, в центре защиты Кутицкий и Фернандес. Как я сказал перед этим матчем в своей пивьюшке, Динамо, это, наверное, единственный топ-клуб России, у которого в обороне проблем еще больше, чем у Спартака. Этот матч это и подтвердил. Порошевлюк и Скопинцев на флангах, в центре поля Фомин Гагнидзе, в атаке Лесовой, Грулев, Гладышев, Смолов. Ну, многие, конечно, говорят, что, типа, состав не самый основной, не самый оптимальный у Динамо, и поэтому они проиграли. Ну, во-первых, у Спартака тоже далеко не все звезды вышли с первых минут. Во-вторых, ну, Динамо, скажем так, например, на 27-й минуте, когда вышли на Гамалео и Моришаль, они, скажем так, несколько приблизились к основному составу. Так что здесь совсем уж принять на то, что там личка пытался посмотреть дубль или резерв, не стоит. У Динамо был вполне себе боеспособный состав, с которым они могли бы сыграть намного лучше. Но они развалились. Почему? Давайте сейчас тезис. Первый момент, это, конечно, кошмарная оборона. Тут никаких вопросов. Абсолютный бардак во всех возможных зонах. Кошмар. Просто вот, я не знаю, с которым сложно что-то сравнить. Вот, понимаете, в первом туре, первый матч первого тура, это было Динамо-Краснодар, и там творилось что-то очень похожее. Полнейший коллапс обороны. Сейчас прошло уже несколько недель, мы видим, что, в принципе, все очень стабильно. В обороне по-прежнему трындец. И то, что Спартак забил четыре мяча в первом тайме, вы знаете, как бы парадоксально это ни звучало, это еще повезло Динамо, там могли забивать намного больше. Вот оборону просто взяла и самоустранилась. Сергей Паршевлюк такое ощущение забыл, что он все-таки уже не спартаковский футболист, а динамовский, и решил, что нужно пропускать регулярных футболистов мимо себя. И вообще, то, что творилось на правом фланге, это какой-то ужас. Как я уже сказал, Хлусевич усилиями обороны Динамо превратился в отдельно взятом матче в Роберто Карлоса лучших лет, который рвет защиту так, что мало не покажется. В остальных зонах, на остальных позициях, что творилось в центре, кошмар. Кутицкий и Фернандес просто не могут разобраться, кто из них должен держать Соболева. В итоге Кутицкий, который не так уж и здорово играет на втором этаже, так скажем, упускает Соболева, когда тот забивает мяч. Когда забивал мяч Бабич со второго этажа, ну, здесь вообще не было понятно, кто должен был его держать, как его держали и так далее. То есть представьте высоту полета оборонительной мысли динамовского коллектива. У соперника есть почти двухметровый центральный защитник, который подключился на стандарт. Кто его будет держать? Да толком никто. Он просто взял и забил, и все как бы. Наверное, даже после испанского футбола, где не так много рослых игроков, и Бабич там доминировал на втором этаже, вот даже на фоне этих времен, я думаю, Бабич удивлен тем, насколько легко ему здесь даются такие эпизоды. Дальше пошла очень ожидаемая такая и очень неприятная для Динамо ситуация, что Спартак, забив два быстрых мяча, отдал немножко инициативу сопернику в том плане, что позволил Динамо, так скажем, владеть снарядом, позволил Динамо побольше контролировать мяч. И дальше Спартак просто в контратаках забивать третий и четвертый. Сперва Динамовцы неудачно использовали стандарт. Да, там удачно отскочил мяч для Спартака, но тем не менее, Спартак великолепно выбежал в контратаку, ну а потом еще раз выбежали, вот, пожалуйста, 4-0 к 24-й минуте. Зиньковский блестяще себя чувствует на фланге, потому что так, ну, будем откровенны, Промес и Зиньковский не совсем совместимы друг с другом по позиции, и поэтому, если они играют вместе, то Зиньковский остается в тени или не играет вообще, потому что Промес его зону занимает. А здесь в кубке как раз Зиньковский вполне себе феерит и во многих матчах выходит на первый план и оказывается чуть ли не скрытым лидером Спартака вот в этих встречах. Такая вот интересная тенденция. Ну и вот, пожалуйста, к 24-й минуте 4-0, после этого лавочку можно было закрывать. Ну и, собственно, по глазам лички уже все было понятно. Кстати, весьма характерно, замена уже на 27-й минуте пошла, двойная. Мы решали им Гамалё, вышли как раз вместо Кутицкого и Гладышева, то есть, понимаете, когда в середине первого тайма двойная перестановка, это уже говорит о многом, но по факту уже все было решено. Все было понятно, и здесь шансов отыграться было минимум. Мне кажется, у Динамо появился бы минимальный шанс какой-то, если бы они отыграли хотя бы один гол до перерыва. Но там был хороший момент, они попали в штангу. Но там и Спартак расслабился, как мне кажется, если бы Спартак пропустил пораньше, они бы и пораньше собрались с мыслями и смогли бы в ответ тоже прибавить. Так что у Динамо здесь была просто патовая ситуация, поэтому мне кажется, что Ильичко решил просто немножко расслабиться. Во втором тайме выпустил свежих ребят, новых, Караскали и Чавеса, которым дали по полчаса на то, чтобы показать себя. Ну, спрашивается, почему бы и нет. Спартак тоже где-то экспериментировал, где-то перестраивался. То есть, например, изменения в обороне, когда вместо Денисова вышел Рябчук, Холусевич поменялся там позициями. То есть, понимаете, когда такие перестановки происходят на футбольном поле, это говорит о том, что матч уже фактически закончен, команды просто доигрывают. Ну и, в общем-то, как это часто бывает, после такого яркого первого тайма, второй тайм, конечно, был уже так себе. У кого-то появилась, возможно, робкая надежда, когда Гамалё на 65-й минуте отыграл гол, 4-1, впереди полчаса, у Динамо свежие футболисты Чавес и Караскаль. Возможно, в этот момент кто-то и подумал, что, может, что-то из этого выйдет. Но, как бы это сказать, на мой взгляд, тут уже все равно. Все было предрешено. Да и тот же самый гол он Гамалё, согласитесь, тут по большей части на индивидуальном мастерстве. Кстати, большой привет Мартиншу. Вот, пожалуйста, человек, который в чемпионате напривозил в центре поля, здесь его не было в середине, в результате полузащита сыграла хорошо, вышел Мартинш, из-под него забивают, уйдя от него на дриблинге. Ну, в общем, к этому парню в последнее время вопросов достаточно много. Но, тем не менее, смысл в том, что Динамо здесь просто рассыпался и самоликвидировался. И у Динамо оказался максимально уязвимой командой для Спартака. Я-то поначалу думал, что будет наоборот, потому что Динамо, Лички, это команда достаточно умная, прагматичная, и Личка умеет готовиться к конкретным соперникам. Но здесь Марцел явно переоценил возможности своей обороны. И то, что творилось в защите, это просто крах. А дальше, когда счет был уже 2-0 в пользу Спартака, Динамо оказался просто в том сценарии, в котором должен был оказаться по логике Лички Спартак. То есть, когда Спартак идет вперед, нарываясь на контрвыпады. А тут Спартак делает то же самое. А почему бы и нет? 2-0 преимущество. И Динамо оказался невероятно уязвим для контрвыпадов. Их, Динамовцев, вот Динамовцев, Лички, били их же оружием. По ослабленной обороне. Которая просто, я не знаю, там, превратилась в проходной двор. И повторяю, Спартак мог здесь забивать намного больше. Поэтому, отвечая на главный вопрос, который возникает у многих, так ли хорош Спартак, или так ли ужасен Динамовский коллектив, я вам скажу так. Очень хороша Спартаковская атака, причем в любом сочетании. Собранные действительно великолепные исполнители. И ужасно обороны Динамо, причем опять же в любом сочетании. Я не исключаю, что если бы вместо Кутицкого изначально вышел Моришаль, было бы такое количество ошибок, как и с Кутицким. Ну, потому что Спартак, когда вышел Моришаль, уже был расслаблен, счет 4-0, чего-то рождаться. Поэтому, здесь Динамовская оборона уже не находилась под таким напряжением, будем откровенны. И здесь сошлось вот два вот этих элемента. Ужасная оборона Динамо, прекрасная атака Спартака. Ну, и личный раз убеждаемся, что этот сезон самый непредсказуемый за последнее время. И здесь что-либо прогнозировать вообще невозможно. Кто мог представить победу Спартака, причем оформленную, уже к 25-й минуте? Да никто. Но мы это увидели. И это было очень весело.